всем привет в очередной раз напомню что в отличие от фейка дрочеров и псевдоправдорубов которые меня забанили на большинстве своих каналов так как от страха моего присутствия у них трясучка начинается я ничего никогда не удаляю и никого не баню сам постоянно страдаю от удалений пишешь кому-либо ответ с неким анализом обстоятельств тратишь на это время а позже выяснять аж твоего комментария нет причем можно пытаться по новой написать и все равно его не публикуют но мы живем мире маразма где многие действия продиктованы пастухами паразитами захватившими все ключевые посты но сегодня не об этом буду говорить и показывать опыты по возможностям разработанных мною светодиодных индикаторов главное отличие подобных индикаторов которые не могли существовать всего более чем 10-20 лет назад из-за отсутствия таких светодиодов что они реагируют именно на окружающую энергонапряженность я вам показывал несколько опытов про статическое электричество с подобными индикаторами так вот динамический диапазон свечения светодиодов более 60-70 децибал у меня есть ролики созданы еще пару лет назад где я подробно показываю рассказываю насколько они чувствительны и основная особенность свечения состоит в том что они светятся от тока а не от напряжения в результате разница в токе может отличаться от менее чем микро ампера до сотни мили ампер и мы все равно сможем заметить свечение напряжение или относительная напряженность окружающего пространства может быть хоть тысячи вольт но если источник не превышает максимально допустимого тока то никакого разрушительного действия не последует просто результирующая мощность приложенная к светодиодам преобразуется в оптимальный ток на самом кристалле то есть так скажем у них существует уникальное свойство преобразовывать некую приложенную энергию свечение и что я вам рассказывал и показывал через вихревые технологии медицинских целях позаимствованы из древнейшей энергетики и особо ничего нового не раскрывал но так как это все преднамеренно позабыто то я вам покажу как визуализировать энергию и попытаться понять ее взаимодействие вот здесь представлена куча всяких диэлектриков казалось бы те же индикаторы состоят из металлических лент те же излучатели состоят тоже из каких-то металлических излучателей то есть вроде как энергетика требует металла а теперь я вам покажу что все эти диэлектрики от оникса к примеру целого ряда от древнейшего булыжника который я достал с нашей старинной мостовой в городе вот эти всякие камешки вот галька с берегов испания типа ракушек кварц искусственный натуральный янтарь гематит такой такой слюда пачка другие диэлектрики ибо угар стекла текстолит и банит бамбук вот это второпластовый брусок а это порошок нет не тот порошок что вы подумали таропластовый порошок то же самое в этой коробочке вот это стеклотестолитовый диэлектрик который применяется в космических технологиях при помощи вот таких вставок делают круговую поляризацию волн вот такие вот полые цилиндрики керамика фирменная бруски различного дерева в основном дуба пеновуретан пенопласт вот такой вот все это предназначено для того чтобы показать вам сегодня такое что вероятно вам никто никогда не показывал и не не мог показать вот пачка еще оба стекла вырезанную бусы деревянные бусы из черного жемчуга конечно искусственного есть такие приборчики но это китайская игрушка к ней серьезно относиться не стоит я возможно если мне найдется когда-нибудь время объясню насколько это половство но тем не менее более-менее что-то можно рассматривать но не нашем случае да и мне придется конечно сделать свет гораздо меньше так как к сожалению все что мы тут наблюдаем сейчас при свете это все надо будет визуализировать энергию довольно в темном месте вот еще карандаш он тоже сюда пригодится всякие полые цилиндрики все я постараюсь вам сегодня выложить выключаем освещение вот этот индикатор я вам показывал когда он хорош для визуализации статической энергии чисто вот когда мы вырабатываем статику с окружающей среды и на ней рассматривать у меня есть несколько роликов по этому поводу но если мы возьмем вот такие индикаторы и вот сейчас у нас включен вот этот вот излучатель именно на нем сейчас находится динамическая беспроводная энергия около 300 килогерц вот мы можем вот эти вот индикатор например комбинированный вот здесь он показывает нам лишнюю энергию которую нам не понадобится сегодня так убираем потихоньку а вот здесь чисто энергия беспроводная которая не касается радио и магнитного излучения как видите буквально все здесь фонит нам это сегодня не понадобится вот этот миниатюрный индикатор вот он показывает что вот только здесь у нас есть вот у нас ничего нету этот индикатор я закрыл чтобы он не высвечивал на объектив и вот мы видим что у нас тут хватает энергии сейчас я тут все приберу подготовлю для демонстрации так вот у нас сейчас это включено если здесь положить металл кстати вот изоляция здесь 5 миллиметров окстекло а излучатель находится с той стороны здесь изоляция но если мы положим какой-то металлический предмет и опять же возьмем индикатор который тоже изолирован термо кембриком с двух сторон и сделаем вот так мы видим что уже все горит и если речь например вести о однопроводной энергии то вот пожалуйста вам можно хоть на сотни метров продлять и оно все равно будет как-то просвечивать вот пожалуйста вам и так и так просто висит в свободном пространстве ну чтоб лучше было видно вот так ну понятно что если я буду притрагиваться это будет само собой но имейте ввиду что и тут и тут изоляция то есть прямого контакта нет и все горит все светится так вот значит в этой конструкции два излучателя симметричный с одной стороны и с другой стороны мы будем использовать эту сторону нам та не нужна и вот индикатор вот например вот этот светится видите уже на расстоянии где-то 5 сантиметров вот этот не изолирован вот у него чувствительность больше чем 8-9 где-то сантиметр если взять вместе можем увидеть мы будем более чувствительно брать индикатор так как у нас тут такие интересные процессы которые требуют больше чувствительности и вот что у нас получается как я вам показал кучу диэлектриков расстояние как видите вот на таком начинает расстояние уже светится а дальше уже все а теперь если мы сюда поместим какой-нибудь изолятор ну вот никто же не будет спорить что это идеальный изолятор мощнейший и теперь посмотрим что у нас он показывает что индикатор загорается значительно выше вот я убираю вот ставлю убираю ставлю давайте так попробуем поставить видите значительно ярче выше поднимаю вот это вот тут вот горит убираем не горит ставим вот так и надо опускать ниже чтобы увидеть такое же свечение вот пачка слюды возьмем пачку такую и снова видим что вот тут загорается убираем не горит ну для пущего эффекта надо наверно вот так сделать так как моя рука сильно мешает вот как видите происходит очень интересный эффект я подвожу диэлектрик явный диэлектрик никто же не поспорит и получается движение энергии больше становится вот видите вот я кладу на него и убираем почти не горит но когда кладу горит довольно ярко ну само собой так как видите тут единственное что конечно я вношу некоторую погрешность своей рукой ну стараюсь вот подальше держаться хорошо вот такие диэлектрики а если мы возьмем дерево вот этот дуб он выдержан несколько десятков лет в сухом помещении поэтому он идеален с точки зрения как диэлектрик диэлектрик напомню так случайно чисто что в основном все сооружения в которых применяется какие-то энерго нюансы они обязательно имеют дуб в своем интерьере как видите тут вот где загорается но ставим и уже тут горит буду так делать хорошо продолжаем дальше если мы на этот брусок положим этот что у нас произойдет как видите вот расстояние если я вообще сюда положу видите как ярко светится убираю и ничего а работает еще вот на каком расстоянии ладно если положим еще один брусок опять ярко горит еще один брусок поменьше и опять уже меньше конечно но снова горит но сейчас расстояние 20 сантиметров а у нас было меньше десяти когда не было вообще ничего к слову сказать вот пеновуретан вот я делаю чтобы она чуть-чуть подсвечивалась видите полные конструкции не особо заводят эту систему то есть есть разница между плотностью и свободой если возьмем пачку ну разрозненную так как те были пачки мы тоже можем увидеть какую-то разницу повыше но из-за того что пачка все-таки не особо сильно она реагирует ну конечно есть бамбук пенопласт пенопласт как видите реакции никакой хотя это диэлектрик и он очень статичен то есть выдают очень хорошо статику все эти материалы в общем то но с точки зрения накопления и передачи энергии они как-то слабоваты ну что же возьмем тогда таропласт да напомню кому очень не терпится все смотреть по-быстрому ну сделайте скорость в два раза больше и смотрите мне приходится очень долго показывать это же опыты как видите вот он дает эффект но не сильно ну брусок правда не очень большой деревянные они значительно побольше ставим вот так уже лучше но тем не менее как-то оно не то когда тут дырки берем порошок таропластовый тоже что то есть но сказать что очень не очень ну то же самое и с этим что то есть а что то непонятно вот такие диэлектрики свч спеклотекстолит у меня тоненькие кусочки поэтому не очень-то тут разгуляешься что то есть но очень мало может так нет нет ладно ферм 2 о 3 гематит да он как бы металлический считается да и вот если взять магнит то вроде магнитится но это диэлектрик смотрим что у нас происходит и какой-то вес он имеет есть другой но он не магнитится почти и помельче ну и конечно добиться с него толку хуже так что на потом дальше берем камень камень обычно камень у нас валяется их кругом ногу но как видите очень неплохо реагирует вот это галька с италией вот это галька с италией вот это галька с италией небольшая но эффект айот но эффект айот но эффект айот но эффект айот ладон берем вот такой булыжник мостовой чтобы ничего не поломать и смотрим на каком расстоянии уже светится целый мощный булыжник вонит вот до него расстояние еще сантиметров 6 7 примерно так же как было без него вот здесь ну здесь 7 8 а сам булыжник если взять замерить ну вот смотрю вот тут если увидите вот можете замерить вот можете замерить расстояние 10 сантиметров то есть вот кусок булыжника и довольно сильно фонит ну возьмем например абонит как видите он хоть и цилиндрические тоники то тем не менее что-то дает ну вот так он выключим то есть реакция есть вот это гетинакс про две технические я его убираю так даю немножко ему сантиметр сверху как видите реакция есть хотя все у нас все цилиндрик ну и к самому интересному подходим ближе и ближе оникс под подставочками под подставочками вот уже подставка небольшая высотой 2 сантиметра ну шарик поднимаем вставки как видите не горит горит а расстояние вот ладно давайте тяжелую артиллерию поднимаем вот такой вот даем так и даем вот так шар шар 8 сантиметров подставочка около 2 в общем 10 сантиметров и плюс еще тут сантиметров 5-6 есть и как видите как она красиво светится теперь давайте поставим пирамидку и вот до вершины пирамиды и вот до вершины пирамиды тоже довольно приличное расстояние ну понятно ладно еще пара опытов ставим это ну давайте еще давайте еще как видите чем больше ставлю тем выше получается это вот такое расстояние а что если добавим экзотики стало еще выше попробую удержать и вот вы можете даже по тому движению которого то я делаю уже отличать как энергия подходит куда чего и где что я вам еще не показал это вот такого типа но если смотреть на это все то оно очень будет значение мало иметь дает конечно но из-за того что полость то смысла в этом мало то же самое с этим почти ничего это у нас от тепловых труб видите ничего а вот что у нас еще осталось кедровая шишка вот я опускаю примерно ниже видите вот случится и до кончика уже что-то показывает ну естественно если сюда поглубже то будет еще интереснее есть еще фторопластовая лента но я думаю вы уже понимаете что она не сильно повлияет на процесс немножко дает но очень мало изолента вот изолента как видите тут она дает интересную но вероятнее всего это из-за клейка основы еще у нас есть еще у нас есть лентарь еще у нас есть но его немножко маловато но его немножко маловато есть кварц настоящий к сожалению впечатлительность очень высокая но вы видите есть с разницей искусственный кварц так как он брусочком и отполирован то эффект какой то есть хотя он очень маленький вот такой еще для полноты как видите не сильно вот вот теперь покажу вам еще карандашом вот смотрите вот так горит довольно ярко переворачиваю не горит полупроводник вы можете немножко заморочиться с этой задачкой будет на дом решение почему оно так горит а так не горит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok